МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. В этом выпуске вы увидите... Борьба со смертностью на дорогах. В ГИБДД увеличивают число видеофиксаторов. Бездействие правосудия. Родители избитой в туиме девочки боятся, что их дело спустят на тормозах. В ожидании лета. Синоптики говорят о прохладном июне, но потепление все-таки будет. Ситуация в сфере ЖКХ обсуждалась на очередном заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина. В совещании принял участие временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. Главной темой совещания стало повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. На заседании отмечалось, что износ инфраструктуры ЖКХ в целом по России достигает 60%. Темпы ее модернизации остаются низкими, так же, как и инвестиционная привлекательность отрасли. Важной задачей для власти остается недопущение резкого роста тарифов для населения. В частности, в этом году увеличение платежей ограничено 6%. По мнению губернаторов, реформировать отрасль только за счет государственных средств не удастся, поэтому необходимо разработать прозрачные условия для вовлечения бизнеса в эту сферу. Как отметил глава нашей республики, на госсовете рассматривался вопрос о продлении срока работы Федерального фонда реформирования ЖКХ. Хакасия успешно работала с фондом. К меру в 2009-2010 годах удалось привлечь 900 миллионов рублей. Тогда на эти средства и дома отремонтировали, и переселили людей из аварийного жилья. Эта работа продолжится и в ближайшие годы. Мы только в Тёве построили 100 квартир за два года. Черногор, да все районы. Я думаю, что за 2-3 года мы можем закрыть у себя эту программу. Во всяком случае, по аварийному жилью. Ветхое будет появляться, но я думаю, что потом это уже будет больше ложиться на плечи регионов. Родители избитой в Туимской школе девочки опасаются, что им откажут в возбуждении уголовного дела. Напомним, неделю назад мы рассказали о жестокой расправе подростков над семиклассницей. До сих пор родственники пострадавшего ребенка не могут добиться никакой конкретной информации от правоохранительных органов. А сегодня позвонили из Ширинской больницы и попросили забрать девочку домой. Так как в стационарной помощи она уже якобы не нуждается. Продолжит Олеся Калиниченко. Леру Евграшину избили девочки-подростки 23 мая. Во время драки Лера несколько раз теряла сознание. Всё это старшеклассницы снимали на мобильный телефон, причём взяли его заранее у подруги, чтобы видео получилось более высокого качества. Остановило издевательство учитель физкультуры, когда проходила мимо. Уже при первом осмотре врачи обнаружили ряд серьёзных травм. Каково было удивление родителей девочки, когда сегодня утром Леру выписали. Десять дней прошло и выписали. А изначально сколько планировали? 15 дней насложили, на 15 дней. На физиолечение было назначено, были уколчики назначены. Сегодня ребёнок позвонил и сказал, что уже выписали. К врачу подошли, он сказал, что нет смысла больше держать. Я говорю, МРТ снимков нет на руках. Как вы, на каком основании выписываете? Ну вот сегодня пока уехали, мы ещё вроде бы как числимся. Лере ещё предстоит ряд обследований. Одно из них – МРТ шейного отдела позвоночника – сделали сегодня за свой счёт. Бесплатную процедуру пришлось бы ждать больше месяца. А девочку продолжают мучить боли. Шея вот сильно болит. Бывает, отдаёт голову. Руки болят. Челюсти болят. Верхние челюсти. Здоровье дочери сегодня на первом месте у родителей. Хотя сам факт избиения они прощать не намерены. Причём это далеко не первый случай, когда агрессивные девочки-подростки терроризировали младших школьниц в Туиме. С момента драки прошло уже 10 дней. Ни одна из виновниц происшествия, ни их родители даже не позвонили. По мнению мамы Леры, обидчицы уверены, за драку им ничего не будет. Ой, расследование вообще всё запутано, всё тихо, ничего не знаем. К одному подходишь, говорят, вроде бы как сразу отказ придёт вам о возбуждении уголовного дела. И что не будут заводить никакого дела. Что они несовершеннолетние. Это кто, он говорит? Это участковый, наверное, вот сразу, когда приезжал, он сказал, когда я заявление писала, он сразу сказал, что придёт отказ. В прислужбе МВД Хакасии нам пояснили, что данным делом занимаются сотрудники Ширинского отдела полиции. На сегодняшний день срок расследования продлён с 10 до 30 дней. Лерея Евграшиной назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью. В зависимости от её результатов будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Инспекторы ГИБДД ищут свидетелей аварии, которая случилась 1 июня на автодороге Енисей. Есть жертвы. По данным полицейских, ДТП произошло в 6-м часу вечера. КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ-2112. Водитель «Жигулей», мужчина, 81-го года рождения, получил серьёзные травмы. Спасти его не удалось. Защитники правопорядка обращаются к автомобилистам, которые могли видеть произошедшее, либо у кого есть запись на видеорегистраторе, позвонить по телефону, который сейчас на экране, или в 02. На дорогах Хакасии с начала года погибло более 20 человек. Статистика неутешительная. В лидерах Усть-Абаканский район. Там прошлогодние показатели удвоились. В большинстве трагедии происходят из-за превышения скорости. Что намерены предпринять полицейские, чтобы изменить ситуацию, выяснял Константин Кравцов. Незамысловатая тренога и серая коробка. Это и есть известный многим видеофиксатор. Устройство призвано автоматически регистрировать превышение скорости. Это сейчас. Автоинспектор специально демонстрирует его перед камерой. Зачастую же аппарат тщательно маскируется, что с дороги не увидишь. И в зной, и в стужу, и ночью, и днем. Полицейские уверяют, око фиксатора заметит нарушителя в любые погодные условия. Принцип его работы чем-то схож с тем, как видит мир летучая мышь. Излучаемый сигнал рикошетит от встречной машины, возвращается назад, так и определяется скорость. Допустимая или недопустимая. Вопреки западным фильмам, здесь система работает четко, говорят инспекторы. И нарушителю кары не избежать. Как доказательство он получает в письме не только постановление о штрафе, но и фотографию своего авто в момент нарушения. Поэтому отговорки «я не превышал» зачастую детский лепет. Погрешности у электроники практически нет. Фиксируется непосредственно тот автомобиль, который находился на этой автодороге, где был установлен автотехнический комплекс фиксации «Арена», который фиксирует также непосредственно номер государственного регистрационного знака. Подобная практика начала действовать впервые по республике около двух лет назад. Но из-за сбоев финансирования аппаратов не хватало на все аварийные участки. Сегодня же у инспекторов их больше 20. Сколько точно – тайна, как и то, где именно появится в очередной раз серая коробочка на треноге. Также можно отметить, что где на постоянной основе используются данные комплексы, там зачастую происходит буквально через несколько недель снижение все-таки аварийности, снижение нарушений скоростного режима. Поэтому мы постоянно передислоцируем эти комплексы. В разных абсолютно местах работаем, и в поселках работаем, и на загородных в основном трассах. Еще один плюс автоматики – экономия кадрового ресурса. Она может фиксировать до 800 нарушений в сутки. Рядовой экипаж в несколько раз меньше. При этом инспекторы параллельно могут работать по другим, более серьезным нарушителям – отлавливать тех же нетрезвых. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Автомобилисты Саиногорска решили по-своему бороться с плохими дорогами и вооружились баллончиками с краской. Ямы и выбоины на проезжей части теперь заметны издалека. Активисты считают, что яркие пятна вряд ли останутся незамеченными городскими властями. На то, чтобы обрисовать все дорожные погрешности, ушло много времени и краски. Между тем, реакция администрации уже последовала. Как сообщили в отделе по ЖКХ и транспорту, ямочный ремонт городских дорог начнется в ближайшие 2-3 дня. Уже определили подрядчика. Стоимость работ – 6 миллионов рублей. Впрочем, заканчивать свой протест саиногорские автолюбители не собираются. Следующая акция запланирована на выходные. И, как надеются ее организаторы, в этот раз их поддержат больше людей. Энтузиазм опять входит в моду. Жители населенных пунктов Бутрахтинского сельсовета решили своими силами навести порядок. Облик сразу нескольких деревень заметно изменился. В этом убедилась Юлия Константинова. С лесарем в Бутрахтинском ЖКХ Олег Костояков работает несколько лет. Никогда раньше рассказывать траву на газонах в деревне никто не косил. Слово сказать, и газонов-то практически не было. Теперь полисадники выглядят ухоженными. Мусор на Таштыбский полигон ТБО вывозится регулярно. Субботники жители проводят на каждой улице. Когда же в деревне чисто, это же вообще нормально, чем в грязи. А то раньше весь мусор в деревне был, а сейчас он каждую неделю вывозится. Но сейчас чистее стало в деревне. Приятнее же? Приятнее, конечно. Благоустройству внимания сельсовет действительно уделяет большое. Вкладывает серьезные средства свои и в рамках программ республиканских. Но главное, удалось расшевелить местных жителей, сегодняшних и бывших, которые много лет назад покинули родные края. Примеров тому десятки. Так бывшие карагайцы установили своим землякам памятник 9 мая. Сквер вокруг него разбили представители Лиги Хакасских женщин. Эти полисадники тоже наводил. Специалисты Министерства культуры Хакассии на собственные средства закупили штакетник. Столбой помогли мы. Там люди у нас пожилые. Там до войны живут, и дружинка тут живут. Вот им пять домов поменяли мы. Еще планируем дальше менять, потому что облик деревни менять надо. Только в этом случае меньше будет желающих уезжать отсюда и больше поселиться. Кстати, заявки на строительство жилого дома или юрты для дачи в Бутрахтинском сельсовете уже лежат. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакассия. И в продолжение темы. Гостлерадиокомпания Хакассия объявляет конкурс идей, которые помогут реальному развитию малых сел Хакассии. Мы обращаемся к жителям городов и крупных населенных пунктов, предпринимателям, общественным организациям поддержать нашу акцию. Ваши идеи, советы и предложения мы выслушаем по телефону в Абакане 22-72-82. В Ширинской больнице завершается самый масштабный ремонт за всю полувековую историю. Около 20 миллионов рублей на эти цели выделены по программе модернизации здравоохранения. Буквально на днях в обновленное помещение возвратились пациентки гинекологического отделения. Во время ремонта они вынуждены были тесниться в хирургии и в Туимской участковой больнице. Главная перемена, которую оценили женщины, то, что раковины теперь есть в каждой палате. Плюс горячая вода круглый год. В поселке на лето ее отключают. На сегодняшний день из всей больницы это единственное отделение, которое отвечает, и даже может быть выше чуть-чуть, нормативы, которые соблюдены на койку, подсобных помещений и так далее по площади. На днях в отделение завезут новую мебель для ординаторской, а в течение лета закупят необходимое медицинское оборудование. Для некоторых школьников летние каникулы – не только время для отдыха, но и возможность пополнить личный бюджет. С 1 июня в Хакасии начали работать школьные ремонтные бригады. За месяц подростки получат несколько тысяч рублей. Чем они будут заниматься, узнавала Наталья Гармашова. Эти ученики 23-й школы столицы республики ближайший месяц проведут в стенах своего учебного заведения. Ребята будут готовить кабинеты к новому учебному году. Трудиться предстоит по 2,5 часа в день. Столько положено по регламенту. Вознаграждением за работу станет зарплата. Она складывается из двух компонентов. С одной стороны, это заработная плата, которую платит работодатель. А вторая часть заработной платы – это сумма небольшая. Это размер минимального пособия. 1105 рублей идет как добавочка к заработной плате. Возможность есть такая – деньги заработать самому. И чтобы деньги были, чтобы летом как-то проводить веселее было. Чтобы покупать себе что-то и к школе готовиться. В этом году в бригаду школы набрали всего 9 человек. Большинство – девочки. Полина Королькова совмещает отдых и труд на каникулах уже не первый год. Этим летом труд предстоит в основном физический, а вот в прошлом году был больше творческим. Вожатыми работали. С первым классом очень даже интересно как было. Ну, как это дополнительный заработок за лето. Да и чем дома заниматься. В летом свободное время. По традиции в ремонтной бригаде в первую очередь набирают подростков из многодетных или малообеспеченных семей детей, чьи родители по тем или иным причинам не работают. Педагоги говорят, практика прошлых лет показывает – все без исключения ребята ответственно подходят к труду. Они приобретают какие-то новые навыки для себя. Умение подготовить к ремонту помещения, обустроить пришкольную клумбу, посадить цветы – это тоже немаловажно. Подростков, желающих трудоустроиться в Хакасии немало, поэтому в Госкомитете по занятости населения решили увеличить число вакансий для школьников. Этим летом в республике подработать смогут более двух тысяч детей. Работодателям в основном выступают муниципальные предприятия. А вот коммерческие организации берут к себе ребят не очень охотно. Наталья Гармашова, Антон Михайлов, Антон Новожилов, Вести Хакасия. «Сказки народов мира» – лаборатория «Семинар» под таким названием проходит в Русском республиканском драматическом театре. Идея главного режиссера Евгения Ланцова руководит встречей театральный критик, член экспертного совета национального фестиваля «Золотая маска» Олег Лаевский. В эти минуты сразу четыре приглашенных режиссера проводят репетиции. Занята вся труппа. Задача творческой команды – за четыре дня сделать эскиз, который в течение следующего сезона можно было бы превратить в полноценный спектакль. Отметим, сегодня в репертуаре Русского драматического театра крайне мало детских сказок. Поэтому такая творческая лаборатория дает хороший шанс пополнить афишу, а заодно воплотить в жизнь самые смелые и необычные идеи. Во вторник – премьера грузинской сказки «Волшебные дары» и татарской «Волшебное кольцо». 5 июня на сцене будут представлены работы по мотивам мексиканского и финского искусства. Все собравшиеся театральные деятели утверждают, что дети – это самый сложный зритель. Работа для такой аудитории – очень большая ответственность. В ближайшие дни жары жителям Хакасии ждать не стоит. Нынешний июнь будет холоднее, чем обычно. Синоптики составили прогноз на начало лета. К чему нам готовиться, расскажет Ольга Стельмах. В разрез календарю долгожданное лето откладывается как минимум на неделю. Первую декаду месяца уж точно жаркой не назовешь. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. А вот садоводам и дачникам Хакасии вовсе на этой неделе придется спасать рассаду. Ночью 4, 5 и 6 июня прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Начало лета не обойдется и без осадков. До 8 числа у нас на территории республики местами будут наблюдаться кратковременные дожди с грозами. При грозах усиления ветра до 15 метров в секунду ночная температура будет составлять 27 градусов тепла. 8 тепла ожидаем повышение дневной температуры до 18-23 градусов. По сравнению с прошлыми годами, этот июнь, уверяют синоптики Хакасии, будет прохладнее. На несколько градусов ниже многолетних значений. Средняя температура 16 градусов. Более оптимистичные прогнозы дают центральные метеослужбы. Они обещают существенное потепление в нашей республике уже к концу этой недели. Однако стопроцентной гарантии, какой будет погода, все же нет. Ведь какие бы прогнозы ни давали, природа распорядится по-своему. Ольга Сельмах, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Спортсмен из Хакасии стал победителем Кубка мира по кикбоксингу. Накануне наш земляк провел решающий бой в Италии, где представлял сборную России в весовой категории 67 килограммов. Максим Прокофьев из Черногорска, которому 21 год, уже двукратный чемпион России по кикбоксингу, призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса. В июне прошлого года по результатам интернет-голосований он становился лучшим спортсменом Хакасии. Максим единственный, кто представлял республику на столь высоком уровне. В Кубке мира по кикбоксингу участвуют сильнейшие бойцы. В этот раз за награды боролись около полутора тысяч спортсменов. Такова информационная картина дня. Напомним, телефон редакции Вести Хакасия 22 72 82. Звоните и ваши новости могут стать темой для наших репортажей. Всего хорошего. До свидания.